здесь у меня полтора стакана сахара вот такой вот стакан добавляю сюда полтора стакана кипятка стакан у меня 200 граммовый так вот полтора стакана кипятка включая плиту сироп закипел убавляю до чуть ниже среднего на пятерочке вот и он так вот чуть-чуть будет закипать где-то 5-7 минут засекаем время как оставлю 5 минут вот так вот будет потихонечку закипать только надо чтобы он вот кипел медленно не сильно а то выкипит вся вода засахарится прошло меня пять минут все я выключаю сироп готов его не надо прям такой жесткий сироп делать тогда получается слишком приторно здесь у меня 200 грамм сливочного масла даем ему растаять добавляем 200 грамм муки один к одному не по стакану здесь по граммам я взвешивала вот так вот здесь получается в отличие от турецкой халвы получается чуть-чуть пожирнее перемешиваем вы не смотрите что сейчас она все впитала она все сейчас чуть-чуть обжарится и все масло обратно выделиться не все конечно но какое-то количество когда видите что она уже влажная уже такая не сухая уже обжаривается добавляем соль это чуть-чуть меньше пол чайной ложки уже такое ореховый запах когда идет вот уже она влажная видите масло уже обратно начинает выделяться добавляю я вот у меня горсть орехов я измельчила ножом где-то 50 грамм вот этого хватит ножом почему не блендером потому что кусочки эти должны чувствуется и чуть-чуть орехи тоже должна обжариться вот это надо орехи добавлять ближе к концу чтобы они не сильно подгорели слегка обжарились как получается вкуснее когда обжариваю но не слишком сильно орехи немножко масла в себя впитают а так масла достаточно видите она влажная вариант самый легкий есть еще несколько вариантов по возможности сделаю вам другие варианты тоже покажу где нет орехов но он дает ощущение что там есть орехи вот так вот щепоточку прям вот щепоточку шафрана или куркумы для цвета много добавляют некоторые но если много добавлять он вкус меняет а так слегка оттенок масло уже вот это вот масло выделяется он такой уже кашеобразный теперь добавляем сироп видите когда сироп добавляется в цвет еще более коричневым становится так что не передержите вот он такой вот должен быть шоколадный молочный шоколадка будет цвет вот у меня чуть-чуть сиропа осталось я больше не буду добавлять вот этого хватает сейчас вот еще чуть-чуть сиропа постоянно видите она уже такая тянучая стала все выключаем плиту она еще там настоится мешаем 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 пока жидкость еще больше не впитается скажу сколько осталось на 50 грамм не осталось сиропа но это еще зависит от лица должна быть она сейчас еще больше загустеет кто хочет еще более густой добавляет меньше сиропа кто хочет пожиже больше сиропа вот так вот консистенция очень хорошая в отличие от турецкой турецкая немножко получается более такой суховатой не влажная и не жирная она тоже по-своему вкусная и это по-своему мешаем крышку даю немножко минут 10-15 настояться вот такая голба у нас получилось можно делать ложкой любые узоры а можно так и оставить это уже на вашу смотри красота у нас получилось то что масло выделяется я изначально сказала что она получается пожирнее для чего это делается во первых масло как мука когда обжаривается большом количестве масла она получается еще вкуснее более ореховый вкус не смотрите что здесь орехи есть она еще такой более ореховый вот и еще это делается для того чтобы обычного заболевания его едят с тонким лавашом его заворачивает в лаваш и типа блинчиков получается таких из лаваша и вот это масло как бы лаваш впитывает в себя и получается еще вкуснее это делается именно для этого можно сделать с каким-нибудь фигуркой вот и узоры хочу вам показать консистенцию какая получилась вот вот очень прям вот шикарная получилась лава и консистенция то что надо не смотрите что врет прям вот блестит это прям вот все жир да там масло выделяется конечно оно должно быть жирным но еще здесь сироп же есть сироп же тоже как бы вот так вот выделяется блестит поэтому не пугайтесь это очень вкусно попробуйте те кто пробовал уже знают все у меня все всем пока пока